Итак, всем привет, с вами ДубГ, и мы продолжаем играть за Афганистан. Если вы, кстати говоря, вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы же в нашей Кайзершизе вот такой вот прекрасный блок пытаемся победить. Поехали. Получается у нас неплохо так поманеврировать, поокружать таким образом дивизии. В общем, скоро будет полный разгром, как говорится. И смотрите, тут французы прислали неплохо так армию, но они эвакуируются прямо, как мы говорим. Видите, отсюда дивизии уезжают, но они поняли, что, блядь, эти англосаксы, то пошли они куда подальше. Говорили, помогите нам, тут легкая война, приключение на, как говорится, пару месяцев. Вошли и вышли в Афганистан, ну вот, вот, все закончилось вот так. Ну, смотрите-ка, отправляем мы договором, давайте, говорит, поделим территорию. Не то, чтобы мы вообще имели хоть что-то там, чтобы это делить, но вдруг забавим на лоха, как говорится, договор. Подписать. Здесь все больше и больше мы повайпали, уже потери такие очень солидные. Прекрасно. Тут и капитуляция может быть в один момент. Можно, кстати, подрезать вот так вот. На свойств только единственное мало, надо аккуратно по этому действовать. Впрочем, мы делаем вот так. Прикрываем тузак, как говорится, в этом случае. И да, здесь на самом деле не так-то и много захватывать. Мы сейчас реально все-то захватываем просто. Там, кстати говоря, османов такой, да, не получилось. Блин, минус 100 политики, получается, плохом были мы. Ну ладно. Это увы, но... Зато не увы наше окружение. Ну, лизика, можем договориться с османами о дружбе. И помочь им, смотрите, с Ираном и Египтом звучит выгодно. О, договор... Блин, а я не могу, да? Я не могу сказать нет. Дайте мне вас доесть. Ну, да, что-то как-то... Ну, такое, ну, такое. Надо было тогда давайпать это все. Но зато у нас теперь целая армия ветеранов, которая поедет помогать османам. Потому что, ну, нам помогали османы, нам помогали немцы. Нам обязательно нужно запомнить их помощь. Мы не оставим это, так сказать, без ответа. Помощь будет оказана. И там у нас триумф против Антанты. Прекрасно. И мы получаем здесь корки, кучу мэнпавера, промышленность немножко. Это приятно. Ну и, конечно, продолжаем строить. Здесь есть 100 инфры. Давайте достроим этот военный завод. И начнем строить в сотки. Так, ребята говорят, мы победили. Теперь давайте-ка обратно. Окей, без проблем. Теперь у нас, смотрите-ка, новая эра для Афганистана. И у него теперь никнейм Завоеватель. Ну, мы-то уже знаем немножко спойлера из фокусов, что недолго ему осталось. Вроде как. Ну, смотрите, к нам возвращаются. Допустим. И да, пока там фокусы слева не доступны. Нет, доступны. Окей, тогда надо сделать. Вот сейчас что-то мы делаем. Это он поедет на охоту. Давайте перед охотой, наверное, все-таки объем войну Египту и Ирану, чтобы помочь нашим османским друзьям. А потом уже займемся политическими фокусами. Так, мы отвечаем на Завоеватель. Но, тем временем, у нас он идет на охоту. А мы помогаем разбить Иран. Мне кажется, с этими ребятами дружим. Вот у нас золотая. Золотой век. Уфганистана. Форолевская охота. Охотиться это круто. Но это правда. Только если ты не наследник 6.6, тогда очень не круто. И что происходит? Что-то ужасное у нас на охотничьей нашей вещеринке. Короче говоря, на нашего прекрасного хана напали. В общем, что-то происходит страшное. Нам надо, конечно же, с этим разобраться. И у нас тут есть какие-то, так сказать, новости, информации о том, что тут какой-то заговор. И давайте-ка не будем их останавливать. Давайте-ка дадим им поисследовать. Но, тем временем, сквозь Ирану просто как нас сквозь масло проходим. Потому что наши войска это просто элита. Это армия ветеранов. Это им удача. И смотрите-ка, его арестовывают. Приходит Амануллах-хан к власти. Как неожиданно и приятно. Пропускается этот фокус. И мы делаем фокус, который пропускается. И мы теперь делаем фокус. Вот этот. Король реформиста в Афганистане приходит. Реформы в Афганистане среди всех мест. Да, у нас будет самый лучший Афганистан. И республика Иран капитулировала. Прелесть. Мы сейчас можем забрать их нефть. И, в принципе, очень большую часть территории, я бы сказал, кстати. По-моему, примерно всю. Да, слушайте. Действительно всю. Это прекрасно. Мы можем теперь помочь еще добить Иссирак. Думаю, с этим проблем не будет. Это уже убирает один фронт в Османской империи. Я думаю, с этими ребятами они уже справятся. И вот она, битва за Багдад. И да, мы без проблем. Посмотрите просто, насколько наши дивизии превосходны. По сравнению с любыми дивизиями другими. Это афганская элита. И судьба Персии, я думаю, мы все-таки будем интегрировать. Так что оккупация. Так что вот так. Итак, давайте-ка. Современная бюрократия. Плюс экономика. Это хорошо. Я бы с этого, наверное, всего и начало. Вот она. Коронуется он, как эмир. Который правит долго и хорошо. Давайте-ка, мы решаем, как мы будем называть нашего короля. Королем или эмиром. Я думаю, мы современная страна. Так что это будет первый король Афганистана. Первый своего имени Амануллах Хан. Слушайте, я думаю, а где у нас тут может быть слот исследований? И он далеко. Он очень далеко. Так что давайте, наверное, чем мы позанимаемся. Я все-таки верю, что здесь не будет нигде в ней так спрятан слот. Это очень некрасиво так делать. Так что давайте пойдем вот сюда, в ТНП дальше. Будем нашу экономику разгонять. Я думаю, а стоит ли помочь с маном прям полностью? Вообще не уверен. Давайте посмотрим. Если они не будут справляться, тогда поможем. Все-таки это наш союзник. Как и Германия. Ну и ладно. Хотя, да. Ну и ладно. Мы идем помогать все-таки нашим союзникам. Эти ребята, пускай, здесь обучаются. У них не хватает только артиллерии. А вот эти идут сюда. И будут пушить до Каира. А в Европе начинаются приколы между Германией и Францией. Давайте посмотрим, какое соотношение здесь сил. Кто вступил в интернационал. И Британия взяла и развалилась просто. Ну ладно. Зато вступила Испания и Италия уже там. Ну и, видимо, наверное, вступит Аргентина. В Германии же там ушла Украина, Польша. Точнее говоря, Украина вступила вместе с Польшей к Австро-Венгрии. Необычный расклад событий. Слушайте, Германия выглядит не такой сильной. Ну и, в общем-то, эти ребята, особенно с вот этой вот Британии, тоже выглядят очень слабо. Ну и что, начинаем здесь работать вот с этими ребятами. Пришли афганистанские реальные мужики и начинают помогать османам разбираться со своими проблемами. У нас есть три направления. Соответственно, традиционалисты, такие умеренные и радикальные. Ну, вы знаете, куда мы пойдем. Особенно здесь еще и бафы на атаку, как бы у нас не то чтобы есть выбор. А вот мы берем Дамаск и не будем на этом останавливаться. Сразу же продолжаем пушить дальше. Это ополчение не может составить никакого сопротивления, не может оказаться нашим элитнейшим войскам. И вот я сейчас пытаюсь еще их подокружить. Ну, там тоже начинают воевать с ребятами из-за интернационала. Но нам это малоинтересно. Нам интересно добить побыстрее вот этих ребят. Иерусалим мы взяли. Деус вольт, как говорится, братья. И просто продолжаем душить. Душить, душить и снова душить. И добиваем вот здесь вот все, что было в этом окружении. А, ну они еще сюда-то идут, окей. Тем не менее, нормально. Судьба администрация. Ну, по классике, по классике. Мы верить с местным. Здесь, смотрите, конец к девяти окружили и здесь тоже. Это прекрасно. Так, первый день в палитке. Прекрасно. Мы нашим войскам тут отдаем приказы по главным точкам пройтись. Но в целом Египет, насколько я помню, докапает крайне быстро. То есть вот он буквально уже почти сдался. Да. Инопланета война достаточно простая. Вопрос религии. Культ личности. Да, звучит как прекрасная религия на самом деле. И мы добили Осван. И да, вместе этим капает весь Альянс. И мы можем прибрать к рукам еще и Ирак. И слушайте, ничто не мешает нам чуть-чуть залезть в сам Египет, верно? Это все-таки выход к египтским всем территориям. Что может в один момент очень даже пригодиться. Выделили мы очень странную территорию, но главное, что поделили. Отлично еще надо подбивать всех мелких ребят. Но сейчас этим займемся. Ну и Ирак, пожалуй, все-таки выделим как отдельную страну. Смотрите-ка, быстренько забираем здесь точку, здесь точку. Здесь додушевые войска, чтобы нам никто здесь туда не зашел. Ну и потенциально, да, Хиджас тоже капитулировал моментально. Прелесть. И Хиджас, да, пускай забирает осмоление против. Здесь небольшие войска еще окружаем. Ну и смотрите-ка. Радикальное индоавганское у нас объединение, так сказать, по Александру Македонскому. В общем-то, да, мы туда немножко пойдем. А вот и Хаиль капитулировал. Ну и, пожалуй, я все здесь передам Османской империи, потому что, ну это уже ладно, это уже как будет их. И капитулировал сразу дальше и Йемен. Ну, тут есть, конечно, нефти немножко, но да, я тоже оставлюсь Османом, иначе границы будут отвратительные. И все, все войны закончились. Прекрасно. Получается, вот этой конференции не будет по той простой забавной причине. Если бы мы могли бы, да, получить какие-то счеты ресурсов, но в любом случае, из-за того, что Иран должен быть обязательно субъектом Османской империи, то, как вы понимаете, уже невозможно. Ну и что, наша промышленность развивается. Единственное, у нас, конечно, нет ни авиации, ни танков, что достаточно грустно. Я обожаю авиацию и танки. Но у нас и не такие большие цели. У нас здесь цели по факту, что Азия. Здесь мы ребятам помогли. Ну и плюс-минус помочь Германии, наверное, с интернационалом. И плюс-минус освободить вот здесь вот тоже ребят нашей веры. Учимся мы у западных реформистов. Получаем все еще две фабрики. Нас очень неплохо так фабриками задобрили, скажем так. И свобода пресса, неужели? Я так понимаю. Да, свобода пресса, все правильно. Кстати, Россия все еще никак не вошла в войну. Как-то немцы она это сделает, наверное. А вот Беларусь... Что? Австрия объявила войну Германии. При этом вот эти ребята зашли за Германию. Что происходит вообще? Первый раз я вижу такое развитие событий. Выглядит очень странно. Возможно, это из-за каких-то вот этих стран. Кто-то из них сделал какой-то, видимо, фокус и объявил кому-то войну. Ну, давайте посмотрим. Может быть, вот здесь вот мы сможем это увидеть. Коммунарцы, дочь Африканвар. Я так понимаю, кто-то здесь объявил войну Африки. По ощущениям, да. И да, вот она, Россия наконец-то. Германия сказала, блин, ну в такой ситуации у Германии реально шансов очень мало. Их реально скоро победят. Нам нужно проводить интервенцию в России, я полагаю. Но по фокусам у нас это еще очень далеко. Так, демобилизовать экономику придется. Это очень далеко еще по фокусам. А мы, собственно, леан сделали, поэтому мы к ним сами зайти не сможем. Ну и как будто выглядит странно. Афганистан такой вот, который вступает к Германии. В принципе, учитывая, сколько они нам помогали, как мы дружим с османами. А османы тоже дружат с Германией. В общем-то, не все так плохо, но немножко странно все равно. Ладно, верим, что они смогут продержаться. Эта ситуация явно не выглядит в их сторону. И черт, Рейн задают. Это выглядит совсем нехорошо для Германии. Интересно очень много территорий, ресурсов и промышленности. Слушайте, это Германия. Африки, то есть вот эти вот либералы. Это сильная Германия, очень сильная. У нее тут, видите, есть защита, атака военного фронта. Короче, да, у нее есть шансы. Вот этот вот баф тоже хороший. На своих территориях, наверное, защищаться ей должно быть поудобнее. Но я волнуюсь. Что делать, как бы, против вот этого вот Канада? Надо нам нашу территорию немножко расширять. На Азию. Но не все так плохо. Децепт, ну вот эти ребята тоже решили повоевать с Австрией. Это немножко упрощает ситуацию, как вот этот фронт. Хотя Россия здесь может пробиться. И, ладно, еще один игрок вступает в войну. Война суперактивная. Мне тоже какую-то эпоху империализма напоминает. Теперь вот эти ребята тоже решили напасть сразу и на Россию. Россия в интернационале, да, на весь интернационал. Окей. Это неплохо. Хотя здесь Япония, конечно же, душит Германию. Это плохо. Разбираемся в интере за бандитизмом. И смотрите, османы вступили в войну. Господи! Каждая страна заходит в этот просто, не знаю, в этот ад войны. Теперь османы присоединились. Здесь с Болгарией сейчас разберутся, наверное. Падение Бухареста, да. Падение Бухареста, нет. Бухареста это нет. Ну ничего, мы идем, мы идем. Скоро, мы примерно через годик зайдем. Подержитесь. Ну, я думаю, мы скорее сможем помочь против России. Тут еще и Сибирь поможет. Так что с востока на запад будем двигаться. Как только сможем двигаться. Итак, КБ сюда готов. Делаем сразу КБ на Россию. Это соединение всего, ладно. Не сразу делаем тогда КБ на Россию. А сначала сюда вот. С этими рядами отвоюем. И там пойдем. Падение Петрограда, слушайте. Финляндия наносит ответный удар. Ладно, Германия как-то держится, но очень тяжело. Здесь она, кстати, пропушит. Если она победит Австрию, то потом станет проще. Намного. Османы, я думаю, здесь очень многое делают. Мы болеем за наших, как говорится. Так, ну, здесь, я думаю, будет достаточно простая война, по ощущениям. А, тут еще один был микропроход. Был как обычно. А эти ребята решили сами поатаковать. Ну, окей. Я бы, конечно, очень хотел еще, перед тем, как воевать с Россией, делать, во-первых, конечно, все бафы, а во-вторых, начать воевать с Индией, чтобы у нас не было фронта, который может потом открыться, потому что, я думаю, это Индия может начать какую-нибудь реконкисту нашей территории, я не знаю. Но я бы этого не хотел. Ну, что, по шагам Александра Великого, поехали. Шагам полубогов, поехали. Да, смотрите, контратака на востоке, но Запад сдается все больше и больше. Традиционалисты нам революцией угрожают. Это опасно. Ну, что ж, давайте, наверное, в следующей серии продолжим войну с этими ребятами. Начнем, наверное, войну с Россией, чтобы спасти Германию. В общем, будем смотреть. Ну, а вы обязательно подписывайтесь, если вы вчера к ним подписаны. Лайки, комментарии, твич, дискорд, бусте. Все в описании и до скорых встреч. Всем пока.